Мама, где мои отвертки? Ищи, вот в чем. За одним столом младший Дима собирает часы, за другим две дочери делают уроки. В другой комнате еще трое решают задачи. В семье Илюшинах девять детей, семь из них приемные. С того времени, как Диму, Вику и Наташу привезли из детского дома. Не прошло и месяца. Все, садимся, смотрим. Давай. Заботиться о детях, попавших в трудную ситуацию. Юлия Илюшина предложила мужу пять лет назад. Тогда же и решили, что брать будут уже взрослых ребят. Лет пять я осознанно шла к этой цели. Лет пять. Сначала сама себя готовила. Твое, не твое. Потому что, понимаешь, получается с шести до десяти, 20, ну практически 24 часа в сутки. Если не будет любви к детям, если не будет что-то внутреннего, какого-то большого резерва тепла, из этого ничего не выйдет. Любви больше всего не хватает приютским детям. Так совпало, что большинство приемных в семье Илюшиных помнят своих родных родителей. И то, как их потеряли. У меня маму умер. Убили ее. И мне в детский дом. И сюда меня перевезли. Тут просто собрались. Нет. Чтобы попасть в семью. И вот так всем вместе решать задачи, среднему Диме пришлось еще в детском доме бросить курить. Говорит, что новые мама и папа спасли его от морального падения. Курил бы, может, даже и пил бы. Но если бы мы с собой не взяли. Это наш любимый Тепалевый сковород. Первым делом своих дочерей Юлия Петровна учит готовить. Говорит, после детского дома они не знают, что такое рис, изюм и как заваривать чай. Именно такая неподготовленность к жизни пугает Илюшиных. Главная цель приемных родителей – дать образование и научить детей быть самостоятельными. Главное вырастить и направить их на жизненный путь. А там же будет отдача по-любому. По-любому будет отдача. А какая она будет, это не столь важно. Несмотря на все социальные льготы, семья Илюшиных роскоши себе не позволяет. И главная мечта – приобрести газель, чтобы всем вместе отправиться на море и по святым местам. Путешествия – стимул для школьников. На отдых детей возьмут, если они будут хорошо учиться. Толь, Толь, бери всех. Перед телевизором они собираются только вечером, когда уроки выучены, приготовлен ужин и убрано в квартире. То, что так трудно, удается воспитателям в детском доме – научить соблюдать чистоту и уважать других. Здесь выполняется беспрекословно. Ребятам даже нравится, что, обретя семью, у них появились не только мама и папа, но сразу несколько братьев и сестер. Екатерина Савина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив. Телеобъектив.